Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Можно ли быть одновременно христианкой и феминисткой? Итак, феминизм, безусловно, возник уже в совершенно нехристианской среде. Священное Писание многократно говорит нам о том, что в семье есть глава семьи, которого жена должна слушаться как Господа, и это муж. Другое дело, что в архаичных обществах, а это совершенно не обязательно христианские общества, и все, что в них было совершенно не обязательно христианское, было очень много того, что сейчас дискредитируют веру Христову и никак из нее не рождается. Вот, например, насилие над женой не имеет никакого основания в Евангелии, в проповеди Христа, в посланиях апостолов, хотя очень многим воспринимается как что-то такое древнее, а значит, именно христианское. Ничего подобного. Начальствование, то самое главенство мужа, оно подобно начальствованию Христа в церкви. Начальствование Христа в церкви — это умовение ног апостолам, и это распятие за них. Христос любит церковь, и поэтому он на кресте. Если муж во образ Христа — глава семьи, это не значит, что он должен стучать кулаком по столу и орать, что все должны его слушаться. А если не слушаются, то распускать руки. Нет. Он должен служить всем, подавая пример, и умирать за всех. То есть очень во многом себе отказывать, наступать на себя и таким образом проявлять свою любовь к жене и к детям. Вот такого мужа его служится легко. И хочется слушаться. И такого папу хочется слушаться, его легко слушаться. Когда ребенок знает, что папа поступает правильно, а не по-своему. Когда папа может прийти и попросить прощения, например, за то, что он раздражался днем или был несправедлив. Тогда ребенок знает, что есть один закон Божий над всеми, и над папой, и надо мной. И папа настаивает на чем-то не потому, что он горд, а я для него пустое место, а потому, что таков закон Божий. Тогда тому, что папа требует, значительно больше доверия. Поэтому освобождение от того, что сейчас мы можем назвать дурной архаикой, это хорошо. А феминизм как почти религиозное движение, я считаю, что это плохо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.